Всем доброго времени суток, долгожданный СДРР по трофейному саму Амурскому. Снова я задержался, хотя надо было это снимать прям сразу, но вот так получается. Говорил я вам, что ролики будут раз, в редких случаях два раза в неделю. Если хочешь знать, когда, что и как, какие темы дальше буду затрагивать, какие стримы в планах, да и вообще. Если интересно следить за каналом, подписывайся на телеграм, ссылка будет в описании. Там и анонсы, и мои какие-то дополнительные измышления, не связанные с рыбалкой. В общем, заходи, в процессе поймешь, надо оно тебе или нет. Продолжим о Соме, сразу скажу, я не буду сейчас вам показывать стопроцентную точку и алгоритм действий правильный и так далее. Расскажу только свой личный опыт охоты на него, что и как делал непосредственно сам. Будет ли то же самое работать у вас, я не гарантирую. Сом Амурски рыба достаточно рандомная, от чего зависит ее клев и предпочтение в наживке, я не знаю, да и вряд ли знает кто-то еще. Столкнувшись самостоятельно с этим, я выбрал только одну единственную тактику, ловля на джик. Очень часто я видел в недельных рекордах приманку Квикер 4.5-0.07. Плюс видел на РРВике скриншоты с актуальной на тот момент точкой. Плюс оснастка, на которую его смогли зацепить. Ничего замысловатого там не было, банальная нейлоновая леска и большая джик-головка. Собственно, с тех пор искал только так. Иногда ставил флюрокарбоновый поводок, когда на точке были щуки. Ну или когда просто забывал его снять. Влиял флюр на поклевки сама, не знаю. За всю историю ловил крупных с поводком и без. Если вы находили трофейного сама Амурского на флюрокарбоновый поводок, пишите, интересно будет почитать сторонний опыт. Это, напомню, рассказываю предысторию. Сама Амурского я ищу давно, наверное, с начала этого года. За всё это время в недельных рекордах ловился сом именно на Квикер розовый. Это из мягких приманок. Также его можно разловить на донке, используя личинку майского жука. И на стримах я видел, как это делают. И скриншоты тоже про это были на РРВике. Но для меня доступным способом всегда был именно джиг. Наживки я не качал, личинок копать не умею. Да и, собственно, не стремился к этому. Опять же, будет вранём говорить, мол, только два способа есть. Нет. Проскакивали также рандомные приманки и наживки. Какие-то вэки, названия которых я уже не помню. Да и не разбираюсь я в них. На поролоны различных цветов тоже иногда залетало кому-то. Из наживок это выползок. Так, зачастую мужики высиживают налима по ночам на выползке. А при ловом идёт сом амурский. Килограмма по два, иной раз по три. Вот, видимо, иногда счастливчиком залетает и трофей. Но основные предпочтения всё же, это именно розовый квикер 4.5 и майский жук. Теперь давайте перейдём к местам, где мне лично он попадался. Мне лично, повторю. Не гарантирую того, что и вы там же будете их ловить и на одном из этих мест поймаете трофей. Так вот, мне лично он попадался. Да, немного-то и мест, где его можно и половить. Самый первый раз, когда он мне вообще встретился, был на спикеры. Я только попал на тунгуску, разлавливал на вертушке около лагеря. И может на вечернем клёве, не помню точно, мне попался сом амурский грамм на 300. Можно ли вообще его ловить в маленькой речке? Будет ли целесообразно пробовать это делать, например, на повороте, кидая под откос? Я не знаю, сам не пробовал. Но если кому-то интересно, можете приколоться, хоть на квикеры, хоть на личинки. Мало ли, голец же с тайменем крупный попадаются там, хоть и малая глубина. Может и сом попадётся. Теперь расскажу про основное место ловли, моё, где сам много раз его пытался поймать. Это 11-метровая яма. Конкретной точки не скажу, потому что за всю историю ловил его и тут, и там, чуть ли не по всей длине. И сразу скажу, что и у края на 17-метровой яме он идёт. Полностью пробуйте, в общем, всё это место. Одну ночь чуть ближе к лагерю, другую ночь следующий квадрат и так далее. Там в процессе сами увидите. Где вам попадается он, те места уже пробуйте раз за разом. И самое главное, что хочу сказать, это не Лещ, не Хариус, не ещё кто-то, кого за игровую сессию на точке вы можете разловить в большом количестве. Если тут за ночь вы поймаете хотя бы одного, это уже победа. Не стоит думать, что точка дно, но когда его вообще нет. Зачастую 3-4 за ночь, это прям ого-го. 3 из которых грамм на 600-800. Не спорю, бывают моменты, когда на точке прям хорошо он идёт. 6-8 можно поймать, но это прям ультра редко. Если один зашёл, всё, супер. Стоит пробовать ещё ночь. Если и в следующую ночь тоже один, тогда идите пробуйте дальше по берегу. Но не забывайте об этом месте. В следующий раз стоит вернуться и попробовать снова. И это я всё, ребят, рассказываю про джиг, не забывайте. Теперь поговорим, какие скорости пользовал и как крутил катушку. Пользовал я много вариантов, и 30 с шифтом 2 оборота, и просто 32 оборота. Шёл он и так, и так, на полном рандоме. В основном всегда пользовался скоростью 35, такой вот катушкой 2 оборота пауза. И ещё бросаю против течения под небольшим углом. Какая же дальность? А хрен его знает. Бывало и у берега прям хватало килограмма на 2. Бывало, кстати, и на лимк левал 8-килограммовый прям у берега. Тут тоже ничего не скажу. Лично сам кидаю на полную, ищу по всей дистанции. Опять же, кидаю под углом против течения, не перпендикулярно. На середину реки у меня не улетает ничего. Так или иначе, нам нужно ямку разлавливать. Что вот вам ещё такого рассказать перед самыми главными кадрами? В одном из прошлых видео я говорил, мол, мне советовал один уважаемый рыболов точку 152 38. Мол, сам он там его и закрывал. Ездил я туда. Сом Амурский действительно есть, но на тот момент, как по мне, на 11-метровой яме шло куда лучше. Хотя бы 4 штучки. На J9 1-2 средних размеров. Крест ставить, естественно, на этом месте я не стал. Сам же говорю, что даже один сом это уже победа. Ну и вот, периодически я ездил туда. Народа там обычно нет. В основном проезжающие тролли. И вот, ребята, в один из ничем не примечательных вечеров, ночей случилось то самое. Рад я был несказанно, с одной стороны, с другой стороны и вообще ничего не понял. Сделал по стандарту, бросил против течения, крутанул с шифтом на скорости 35 пару раз. На первой же паузе гражданин Сомы решил отобедать. Вообще, ремарочка, с высоты своего опыта могу заявить. Если тебе на роду написано сегодня поймать трофей, он сразу схватит, как только приманка коснется воды. И в троллинге тоже иногда такое бывает, когда только перекину лудочку и тут же что-то крупное село. Я вот лично сам вижу постоянно это, и вот с Хариусом так же было. Только приманка плюхнулась, тут же дергает трофей. В редких случаях приходится совершать длительную проводку, в конце которой схватит долгожданная рыба. Ни о чем это не скажет вам сейчас, лишь как собственное наблюдение поведал не более. Продолжим, да и тем самым закончим. Очередная хотелка удовлетворена. Снова предстоит мне отправляться на поиски, искать по душе занятия и рыбу. С Тунгусской на ближайшее время, пожалуй, покончено, устал я уже от нее. И на стримах мы тут залипали, и без стрима счастливые часы проводили на этой локации. Хватит. Что делать дальше, пока не знаю. К тому же еще и левел качать надо, и половину до 35-го почти отбил. Чем побалую и похвастую, в дальнейшем для меня самого загадка. Плюс и новогодний ролик с какими-то итогами нужно делать. Ммм, ладно, рассказал я вроде все, если есть вопросы по саму, пишите, я отвечу. Также простите, что задержал столь важный трофей. Так или иначе, на мои плечи легла хоть малая, но ответственность, а я мозги компасирую вечными обещаниями. Пришло время поклянчить лайк. Событие неумолимо проносится около нас, но нужда в лайках не ослабевает ни на песчинку. Также прошу подписаться на канал, из-за этого ты не пропустишь мой новый ролик, плюс поможешь моему каналу. Если досмотрел ролик, то явно тебе было интересно, дабы знать, что будет дальше, плюс может стримы мои тебя зацепят. Присоединяйся к сообществу в телеграме, ссылка в описании. Туда и сам можешь какую-то информацию поскидывать. Вдруг захочешь какую-нибудь тему обсудить, либо идейку подкинешь. В общем, возможности ты понял. Все, ролик подходит к концу. Спасибо вам еще раз огромное. Пробуйте, если хотите. Если уже опыт есть в ловле самоамурского, то делитесь им. На этом давайте будем прощаться. Успехов вам, с наступающим. Спасибо еще раз за просмотр и пока.